Эфир телеканала Югра продолжает программа «Больше чем новости». Итоги недели для вас подведу я, Дмитрий Пришвицин. Здравствуйте. В Ханты-Мансийске любят морс. Но речь сейчас идет не о витаминном напитке, а о форуме. В столице Югры дали старт большому спортивному празднику под названием «Мы – Олимпийский резерв страны». На него приехали 14 училищ Олимпийского резерва не только из нашей страны, но и из Республики Беларусь. Отмечу, что спортивные учебные заведения впервые собрались в одном месте. Это очень важное событие, потому что сейчас спортивное движение переживает непростое время. Но при этом это время как раз открывает новые возможности для того, чтобы сосредоточить и научные ресурсы, и медицинские ресурсы, и образовательные ресурсы. И, безусловно, лучших тренеров для того, чтобы готовить спортивный резерв страны, для того, чтобы переориентировать эти возможности на то, чтобы дать еще больше возможностей нашим детям, молодым спортсменам заниматься, быть успешными, самореализовываться и готовиться к новым победам. В этом сентябре свой 15-летний юбилей отмечает Югорский колледж-интернат Олимпийского резерва. За эти годы в этом учебном заведении сложилось множество традиций, главной из которых – победы. В первую очередь об этом говорит результат. Студенты завоевали более трех тысяч медалей различного уровня, есть среди них и олимпийские награды. Но мне бы сейчас хотелось заглянуть в сентябрь 2009 года, когда прозвучал первый учебный звонок. 15 лет назад в этом зале прозвучал первый учебный звонок с этого момента и пишется летопись Югорского колледжа-интерната Олимпийского резерва. Среди первых здесь находились Бахтовар Назиров, Ольга Козыдуб, Сергей Устюгов. И именно благодаря колледжу их карьеры пошли стремительно вверх. Я помню общежитие, помню ребят, как было тяжело. Да, у кого-то не получалось, уезжали домой. Первый день, когда приехал в Юкер, я ночью так плакал вообще. Я так плакал, так хотел домой, а потом со второго дня так все раз и пропало. Вот это вот то, что я перестал особо скучать как-то по дому. Отвлечь от разлуки с родными помогали не только тренировки. Целая команда воспитателей, которые по сути заменили здесь родителей. Они помогали во всем. Делать уроки, решать бытовые вопросы, соблюдать режим. Они прятались под кровать. Они прятались под кровать, потому что время режима, их нужно укладывать. Они заходят об их товару, он же низенький такой. Я вот бегала по комнате, получается, а он незаметно из-под одной кровати под другую кровать перелизал, пока я не видела. Кураторам у них непростая работа. Большое им спасибо, потому что столько детей, у каждого свой характер, у каждого свой нрав. Поэтому, в общем, там всем тяжело, но все знают, что идут к одной цели. А главная цель – это золото. Неважно, олимпийское или добыто на других турнирах. Главное – ощутить вкус победы. Юкиоровцы, глядя на успехи друг друга, заряжались на свои достижения. Я тренируюсь с людьми, которые уже не одну олимпиаду прошли. Кто-то там побывал, кто-то отбирался на нее. Ну, народ настроен серьезно. В параллельных курсах учились с Сергеем Устюговым. Вот, и мы, не скажу, что у нас была какая-то конкуренция в плане спорта, но мы всегда как бы, когда он выиграл, мы хотели как бы, ну, думали, что Серега может, значит, и мы можем. За его спортивную карьеру я, наверное, больше переживал, чем за свою. Когда он выиграл олимпийское золото на Олимпиаде, для меня это, наверное, было более значимым событием в жизни. Даже когда я стал призером чемпионата мира, меня не переполняло так счастье, как за Серегу, когда он стал олимпийским чемпионом. К слову, Сергей Устюгов до сих пор является единственным выпускником колледжа, у кого есть олимпийское золото. На этих же играх триумфа мог добиться хоккеист Сергей Телегин. Но наша команда уступила в финале. У меня есть медаль олимпийских игр, да. И как-то я подуспокоился, я уже не такой фанат, там, на 200%, да, я фанат на определенные гонки. Но я знаю, что я полномерно смогу выйти к ним. Жизнь в Юкиоре – это не только тренировки и соревнования, это и сложный учебный процесс. В колледже дают среднее и среднеспециальное образование. Так как спортсмены часто находятся на сборах, учебники приходится возить с собой. Как и все, брала задания, делала в основном ночью, с субботы на воскресенье по максимуму, чтобы в воскресенье спать. Поэтому для меня учеба не была напрягом. Мне наоборот, видимо, чтобы голова как-то работала в другом направлении, мне надо было учиться. При дефиците свободного времени школьники умудрялись петь и заниматься актерским мастерством. Вся неурочная работа помогала пусть немного, но расслабить загруженных спортсменов. Моя задача как воспитателя, педагога-организатора была вот в их спортивный режим, в тренировки, там, специально вот это все питание, втиснуть свои творческие моменты, которые я хотела для них. То есть все равно это дети. И мы, спорт, это, ну, адский труд, я называю. Потому что я видела, как эти малыши тренируются, сколько они времени уделяют, и мне хотелось, чтобы их детство продлилось подольше. Первое, что я вспоминаю, это снеговика, как мы лепили снеговика. Меня в тот момент это так злило, потому что пришла с тренировки, и мы лепили этого снеговика. Я так не хотела идти, но было, ну, на самом деле, было весело и здорово. Несмотря на тяжелые тренировки и на учебу, все равно, как бы, силы оставались. Кураторы организовывали какие-то праздники, мероприятия, тот же Хэллы, Новый год. Ни на одно не попал, не поверишь. Столько лет отучился в Юкиоре, ни на одном не было. Так постоянно выпадало, что я где-то то на соревнованиях, то на сборах. Единственное такое, наверное, крупное мероприятие, где я был, это, наверное, наш выпускной 11 класс. За 15 лет воспитанники Юкиора добыли более 3000 медалей, и это точно не предел. Колледж совершенствуется во всех направлениях, от научного подхода к тренировкам и медицинского сопровождения спортсменов, до технического оснащения общежития и учебных корпусов. Все для того, чтобы наш Олимпийский резерв стал основным костяком национальной команды. Я всегда буду благодарна Юкиору за то, что меня приняли, обо мне заботились, мне помогали, меня сопровождали. То есть, как бы я здесь была, как за каменной стеной, были все условия. Я не знаю, что бы сложилось, если бы я не был в Юкиоре. Если бы я не приехал вообще в контре Мансийск, не позвонил тренер. Что вот было бы со мной вообще, я даже не могу представить себя. Я полностью прошел путь от молодого перспективного спортсмена до спортсмена международного уровня, который попал на Паралимпийские игры. В Юкиоре рост наверх к победам неизбежен. Он в любом случае будет, потому что ты находишься в режиме, ты находишься в дисциплине. И рост там неизбежен. Сейчас понимаешь, ты как бы оглядываешься назад, хотелось бы пройти еще такой ход. Субтитры создавал DimaTorzok На этой неделе гостем нашей традиционной рубрики «Гвоздь программы» стала Софья Конух. Одна из самых знаменитых ватерполисток мира, но теперь она выступает в новом качестве. С минувшего понедельника возглавляет окружной департамент физкультуры и спорта. Когда-то капитан одной конкретной сборной по водному полу. Теперь поведет за собой сборные всего округа и не только. Ведь в силах ведомства дать новый качественный подход к развитию не только профессионального спорта, но и любительского. Так вот, как видит свою роль Софья Конух и какие задачи ставит передверенным департаментом в нашем эксклюзивном интервью от Юлии Суровой. Софья Евгеньевна, для начала бы я хотела для вас провести тест на прочность. Так вот, блиц. Я задаю короткий вопрос, получаю короткий ответ, и тем самым наши зрители получат большую информацию, узнают вас лучше. Итак, в эфире вопрос. Какое самое распространенное заблуждение существует о вас? Ну, оно не конкретно обо мне, а в целом о спортсменах, о том, что они, может быть, ну, недостаточно погружены в интеллектуальное что-то. Но это совсем не так. Когда мы сидим на сборах, мы читаем не только новости, но и какие-то научные статьи. И интересуемся искусством, культурой. Кто на вас оказал очень сильное влияние в жизни? Ну, вы знаете, для меня, у меня дед был главный энергетик шахты, и вот, ну, к сожалению, ушел из жизни. Но каждое, скажем так, лето, я ездила в Новосибирск, да, и мы с ним, я чисто как ребенок общалась. Но сейчас уже, как руководитель, я бы вот очень сильно хотела бы пообщаться, потому что это такой пример, как нужно руководить людьми, когда ты несешь полную ответственность в полной мере за их жизнь. И мне было бы интересно, как вот с этим работать. Как с этим работать. Что вы считаете самым большим вызовом в своей жизни? Самым большим вызовом, ну, вызовы у нас, мне кажется, ежедневные, и как-то один выделить я не могу. Но, наверное, самое сложное, это когда случается неудача вставать и снова идти к своему успеху, к своей цели. Вопрос такой, вроде легкомысленный, но все же, какую бы вы роль сыграли в кино? Золушка. Как вся любая девушка, наверное, мечтает об этом. Если бы вы могли пригласить на обед известную вип-персону, известного деятеля любого века, любой страны, кто бы это мог быть? Ну, наверное, это был бы писатель, писатель Достоевский, потому что мы, конечно же, общаемся с писателями через их произведение искусств. Да, произведение. Но, тем не менее, как вот этот процесс шел, что именно он имел в некоторых моментах в виду. Да, именно так. Вопрос на миллион рублей. Если бы вы выиграли 20 миллионов, на что бы вы их потратили? Однозначно благотворительность. И вопрос самый главный, мне кажется, для любой женщины. Если бы вы стали волшебницей, какими бы качествами себя наградили? Ну, я бы попросила возможность делать людей здоровыми, причем мгновенно. Мне кажется, вы уже наделены волшебством, творчеством, которое наблюдал весь мир. И, мне кажется, водное поло, которое сыграло такую огромную роль в вашей жизни, мне кажется, продолжает играть и дальше. Потому что командный игрок, человек, который добился высочайших результатов и на Олимпиаде, и на чемпионатах мира, и Европы. Вы заслуженная, самая известная спортсмен-патерполистка. Кроме того, вы капитан команды. То есть все эти лидерские качества, все эти задатки, мне кажется, водное поло вас уже тогда привнесло. Но, тем не менее, вот сейчас, находясь в статусе руководителя Большого департамента, какими качествами нужно обладать еще? Что нужно в себе воспитать, чтобы согласиться повести за собой людей? Ну, я соглашусь с вами, Юль, что роль руководителя на многом схожа с ролью капитана команды. Да, это и есть капитан команды, и все мы члены команды Югры. И поэтому, конечно, руководить департаментом, руководить отраслью, это огромная, скажем так, во-первых, ответственность, это дисциплина как к себе, так и требовательность по этому вопросу к всем, с кем ты работаешь. Это, конечно же, понимание того, и Наталья Владимировна на встрече с нами говорила об этом, как максимально задействовать таланты каждого из членов команды. Потому что у кого-то кто-то силен в этом, кто-то в чем-то другом, и необходимо знать об этом и давать им реализоваться в той части, на благо общего дела, естественно, в которой он наиболее силен. Ну и, конечно же, подбирать кадры тоже, исходя от... Это как, знаете, у космонавтов, когда их отправляют на орбиту, там же тоже людей не просто так друг другом в один экипаж отправляют, а их очень серьезно тестируют, прежде всего, на психологическую совместимость. Чтобы сработались. Так точно. Вы в департаменте работаете больше шести лет. Вы знаете все чаяния спортсменов, все их запросы, необходимости, их нужды. И в том числе вы знаете те особенности и те возможности, которые дает спортивная отрасль, то есть чиновники. Так вот, после этих многих лет наблюдения, как вы считаете, в каком направлении нужно дальше развивать спортивную отрасль в Югре? Мы в любом случае должны реагировать на то, что нам предлагает внешняя среда. Сейчас у нас общая обстановка поменялась. И да, у нас, как всегда, это есть разделение на массовый спорт, на профессиональный спорт высших достижений. И имеют место быть внимание к этим двум составляющим. Когда ребенок у себя в спальне плакат Альберта Батаргазиева, например, развешивает, да, и с радостью бежит на тренировку, что здесь главное? Чтобы у него был зал, куда бежать? Чтобы там был крамотный тренер? Или чтобы у него была мотивация в виде Альберта, да, что вот я тоже могу стать большим чемпионом и завоевать самые высокие медали? Вот. И поэтому, конечно же, те направления, как развитие маттехбазы, это, наверное, самый такой волнующий вопрос всегда югорчан. Вот по всем опросам, конечно, мы будем развивать, будем строить и вводить новые объекты. На самом деле направлений много, их, наверное, если так брать, укрупнено около 12. Но в целом можно сказать, что больше все-таки внимания мы сейчас будем уделять, конечно, массовому спорту, любительскому, ветеранскому. Вот сейчас как раз и законодательные инициативы идут на федеральном уровне, о том, чтобы даже определить эти понятия, они до этого не были определены. А если уточнить, допустим, мы говорим о равных возможностях по всей территории Югры, и в небольшом поселке, и в городе крупном, поменьше. Все-таки какие еще дополнительно спортивные объекты появятся на карте округа в ближайшее время? Ну, в первую очередь я скажу про объект, который строится в рамках реализации проекта «Спорт. Норма жизни». Центр боевых искусств Нижневартовский до конца следующего года будет введен в эксплуатацию. Также там и строительство универсального спортивного комплекса в 27-м, реконструкция хоккейного корта, биатлонный центр. Также в Кагалыме строительство регионального центра, нефтьюганский спортивный комплекс запланирован. Я хотела коснуться вопроса о профессиональном спорте. Сейчас, понятно, в условиях такой вынужденной изоляции, хотелось бы, чтобы спортсмены, которые много лет отдали тренировкам, имели какой-то, конечно, качественный выхлоп своих, так скажем, и притязаний, и физических возможностей. Вот как со стороны департамента оказывается поддержка именно профессиональным спортсменам высочайшего уровня? Ну, конечно, это прежде всего мотивационное, да, то, что мы поддерживать должны ребят, и выстраивать, ну, в том числе и календарь для того, чтобы им было интересно соревноваться, приглашать на учебно-тренировочные мероприятия, больше команд, ну, естественно, организовать свои соревнования. Ну, и на федеральном уровне у нас появились крупные мероприятия такие всероссийские, которых раньше не было, да, это всероссийская спартакиада сильнейших, то есть это тоже достаточно серьезная мотивационная, скажем так, площадка, да, где все могут помериться силами. Ну, и вообще это время, мне кажется, нужно использовать для того, чтобы как-то перегруппироваться внутри, может быть, больше включиться в научный, скажем, подход к подготовке спортсменов, пересмотреть что-то, наладить у нас подготовку спортивного резерва. И вопрос у меня такой, как, видимо, к патрополистке. У нас когда в Ханты-Массийском автономном округе появится мужская сборная по водному полу? Прекрасный вопрос. Ну, можно я отвечу не как патрополистка, а как все-таки чиновник, да, что, ну, так исторически сложилось обычно, что развивается вот конкретно по водному полу, там, только женское или только мужское. Да, в любом игровом виде спорта, если девочки начинают тренироваться в смешанных командах, то потом это игроки более высокого класса. Но вот есть, да, определенные ограничения, что это серьезные бюджетные вложения, если это профессиональная команда, и тут нужно, конечно, смотреть на, я говорю, разумность решений. А вообще запрос, конечно, есть. Мы желаем, чтобы эта мечта осуществилась, в том числе, возможно, и у меня, потому что мне нравится водное поло. А мы вам желаем успехов на вашем новом поприще и надеемся, что спортивная жизнь региона будет насыщенная, активная и, самое главное, интересная. Спасибо. В Югре на воду спустили два новых теплохода «Метеор-2020». Их приобрели для пассажирских перевозок. Курсировать они будут по рекам вместо своих предшественников, чей срок службы составляет уже более 40 лет. Прежде чем оказаться в Югре, метеоры прошли большой путь на барже из Татарстана. На работоспособность метеоры начали проверять еще в Сургуте. У новых теплоходов модернизирована крылевая схема, что уменьшает перегрузки. В просторном салоне могут легко разместиться больше сотни пассажиров. До конца навигации новые теплоходы протестируют по маршруту Ханты-Мансийск-Березово-Салихард. Именно по этому пути они будут перевозить пассажиров в следующем году. Опережающими темпами идет строительство нового моста через реку Обь. Сейчас объект готов на четверть, а вспомните, первую сваю забили только в прошлом году. Самый сложный этап – это строительство мостового перехода. Его протяженность превысит полтора километра. Строители уже возвели полностью шесть опор из шестнадцати. До конца года должны успеть еще столько же. Задача доледостава поднять хотя бы частично. О всех нюансах этого кропотливого и грандиозного строительства расскажет Леана Киямова. Леана Киямова Полтысячи человек и триста единиц техники работает на этом объекте. Возводят опоры будущего моста через Обь. Шесть по обе стороны реки уже готовы. На данный момент по этому берегу Альби строители уже установили три основные капитальные опоры. Сейчас устанавливают временные для того, чтобы в будущем производить монтаж металлоконструкций. Эти временные конструкции необходимы для работы на высоте. В установке пролета в строительстве дорожного полотна. Из 45 проектных километров протяженность моста будет меньше двух. Но строителям приходится работать как на земле, так и под водой. Трудностей много на самом деле. Сложные геологические условия, с которыми мы столкнулись. Также река, очень большое течение, местные подмывы, размывы и так далее. То есть сооружение опор довольно-таки сложная специфическая работа. Поэтому приходится где-то применять опыт, полученный на других объектах. Где-то новые какие-то технологии вводить, чтобы все выполнить в срок с нужным качеством. При строительстве без неожиданности не обходится. Так, при установке одной из опор длина своя оказалась короче и до несущих грунтов не дотягивала. Пришлось быстро корректировать проект. Сейчас испытания пройдены, рисков нет. Строители возводят сразу четыре опоры. Нужно успеть построить хотя бы частично каждую до морозов. У нас четыре опоры в работе. Пятая, шестая, седьмая, восьмая. Нам необходимо поднять тело опоры выше отметки ледостала, чтобы возможно было продолжить зимой работу. Мы намораживаем ледовую переправу и с нее будем достраивать эти опоры. Новый мост через реку Обь – это самый крупный строительный объект в Югре. И второй по масштабу в стране после трассы М-12. Кроме самого моста в проекте больше 40 километров подъездных путей, две развязки и пять малых мостов, один из которых через железную дорогу. Работы не прекратятся даже зимой. На сегодняшний день у нас, помимо основного моста, высокая степень готовности дополнительных малых искусственных сооружений, которые входят в состав нашего проекта. Активно ведется отсыпка земляного полотна. На нулевых пикетах мы уже начинаем устройство дорожной одежды на первый транспорт. Строительство моста ведется опережающими темпами. На сегодня готовность объекта составляет 22%. Чтобы не снижать темп, из окружного бюджета выделили больше 6 миллиардов рублей. Это речь не идет про дополнительное финансирование. Мы все работы и финансирование осуществляем в рамках заключенных обязательств. Но мы просто деньги с 2024-2025 года сдвигаем на 2023 год. И это связано только с опережающим графиком производства работы. Вообще строительство нового моста через реку Обь обойдется в 63 миллиарда рублей. Где две трети это средства округа, остальные федеральные. За ходом строительства этого объекта особый контроль. В том числе со стороны проектировщиков и правительства региона. Мы понимаем, что нельзя допустить кассового разрыва. Нельзя допустить затягивания стройки. Потому что это в конечном итоге может привести к увеличению строков и увеличению стоимости. Поэтому такие большие стройки нужно строить быстро. На сегодняшний день есть лишь одна дорога, которая связывает Ямал и северную часть Югры с другими регионами страны. Мост имени Валентина Солохина. Он тоже расположен в районе Сургута. Но сейчас интенсивность движения превышает проектную в три раза. Новый мост – это дорога с четырехполосным движением. Помимо автотрассы появятся многофункциональные площадки для отдыха и заправки. Объект рассчитан на 13 тысяч автомобилей в сутки. Леона Киамова, Алексей Шахмаев. Специально для программы «Больше чем новости» из Сургута. Ризотто и карбонара. Спагетти и бигус. А еще морская капуста. Сейчас в интернете обсуждают новое меню сургутских школьников. В этом году ученики питаются практически ресторанными блюдами. Они более привычны, решили в городском департаменте образования, добавив три десятка новых позиций. Однако пришлось постараться, чтобы каждый обед соответствовал нормам, а школьники доедали все до последней крошки. Вот, к примеру, карбонару повара готовят не по традиционному рецепту. Исключили специи, заменили бекон на вареное филе индейки, а соус сделали без сырых желтков на основе молочных продуктов. Обновление школьного меню – это ежегодный сложный процесс. При его составлении диетологи учитывают мнение самих школьников и их родителей. На этом у меня и у моих коллег все. До новых встреч на телеканале Югра.